С точки зрения безопасности, апрель этого года выдался не очень благоприятным. Взрыв газа в Нижегородской области. Погиб ребенок. Еще 8 человек получили различные травмы. Как не допустить трагедии? В эфире ОТВ программа «Специальное интервью». Меня зовут Евгения Августина. В нашей студии Олег Викторович Сергутин, ведущий инженер по промышленной безопасности отдела промышленной экологической безопасности и охраны труда филиала АОМО «Соболгаз» «Запад». Здравствуйте, Олег Викторович. Добрый день. Давайте разберемся, кто же все-таки отвечает за состояние газового оборудования в квартире или доме? За состояние газового оборудования отвечает собственник жилья, в котором установлено это газовое оборудование. Либо собственник этого жилого помещения. То есть пинеть на управляющую компанию или кого-то не стоит? Нет, это ваше. Управляющая компания, у них находится газопровод на обслуживании только внутридомовой до опуска газового прибора, до крана. Все газовые приборы – это собственность жильца. Я думаю, что ни для кого не секрет, что котельная – это объект повышенной опасности. Как обустроить помещение, котельную, так, чтобы оно было максимально безопасным, чтобы ничего не произошло? Требования стандартные. Регулярно проверять функциональность оборудования. Ни в коем случае не допускать самостоятельного замены, либо чинить само оборудование. Не допускать к оборудованию детей. Ежегодно проводить техническое обслуживание. И самое главное – не хранить возле газовых агрегатов легкоплюняющей жидкости. Все мы привыкли к тому, что дома есть плита. Ну, не все, но многие, так скажем. И стоит она, и стоит, работает, и работает. Чайник кипит. А ведь ее также надо обслуживать. Правильно я понимаю? Да, конечно. Газовая плита подлежит, всегда должна быть чистая. Не допускать ее загрязнения. Особенно горелок. Если горелки загрязнены, то сгорание газа будет проходить с выделением опасного отравляющего угарного газа. Если нормальная работа горелки считается, если пламя спокойное, голубовато, либо фиолетового оттенка. Если же пламя соломенного цвета, с желтоватым оттенком, то, соответственно, необходимо произвести регулировку данного газоприбора. Для этого надо вызвать специализированную организацию, с которой должен у каждого абонента быть заключен договор. Нормальное горение горелки – это когда пламя не выбивается из-под кастрюли. Если, когда содержимое кастрюли закипит, то, соответственно, необходимо убавить пламя. А что делать с вытяжкой? Нужно ли как-то за ней следить? В процессе эксплуатации дымовые вентиляционные каналы подлежат периодическому осмотру. Это три раза в год. Вентиляционные каналы также должны причащаться, проверяться и очищаться. Если, так как в вентиляционных каналах, вскапливаются жировые отложения, и если при попадании искры, то возможно возгорание канала. Соответственно, должна быть периодическая прочистка. То есть вытяжка – это, в первую очередь, не для того, чтобы чесноком, например, не пахло. Это также вопрос безопасности. Совершенно верно. Это вопрос безопасности. Так как по своим физическим свойствам газ имеет легче воздуха, соответственно, если исправная вытяжка, то газ будет через вентиляционную вытяжку, то есть вентиляционный канал у вас будет выходить. То есть загазованность помещения у вас не произойдет. Люди в нашей стране в большинстве с вами такие рукастые. И очень многие, мне кажется, порываются самостоятельно следить за состоянием газового оборудования. Это вообще возможно или только специалист может понять, исправно или неисправно? Ну, конечно же, это только до обслуживания. И, соответственно, ремонт газовой обороны должен обязательно делать квалифицированный специалист. АОМУ Сублгаз, работники, работающие в АОМУ Сублгаз, все проходят обучение. Соответственно, у всех есть допуски к газоопасным работам. И специалист все-таки больше разбирается в газовом оборудовании, нежели собственник этого газового прибора. Плюс есть много разных специальных устройств, я так понимаю, специалистов, которые могут много что сказать с их помощью о состоянии газового оборудования. Да, конечно. Есть приборы загазованности, есть приборы утечки газа. То есть при обслуживании обязательно идет проверка газоиспользующего оборудования на наличие утечек газа, либо их отсутствие. Ну, как правило, на наличие. И, соответственно, также у нас специалисты там снабжены всем необходимым инструментом для проведения вот этих работ. То есть в отличие от собственника они работают не на глазок, а опираясь на специальные инструменты. Совершенно верно. Договор на техническое обслуживание внутри домового газового оборудования – это все-таки рекомендация или это обязательное требование к собственникам? Согласно по сравнению 410, каждый собственник жилья, в котором находится газоиспользующий оборудование, обязан заключить договор на техническое обслуживание. Договор заключается сроком на один год и подлежит как бы пролонгации, дальнейшей пролонгации. Если договор не заключен, предусмотрены ли какие-то санкции? Конечно. Если договор не заключается, специалистическая организация направляет уведомления. И если уже собственник жилья, в котором установлено газовое оборудование домового владения, либо квартиры, не реагирует, скажем, на заключение договора и не допускает наших сотрудников, специалистическая организация имеет право произвести отключение газоиспользующего оборудования. А ОМОС «Ублгаз» является поставщиком газа. Соответственно, так как мы являемся поставщиком газа, мы должны быть уверены, что ничто не произойдет именно у потребителя газа. А для этого, конечно же, необходимо производить техническое обслуживание газоиспользующего оборудования ежегодно. А чтобы вернуть газ в дом, что нужно? Заключить договор? Да. После того, если произойдет отключение по вине собственника, который не хотел заключить договор, то по обращению, по заключению договора, по обращению того, что готов заключить договор и заключится договор... Подумался, встал на путь исправления. Да. И, соответственно, возобновляется подача газа. Это все в достаточно короткие сроки происходят? Да, это все быстро. В течение дня, скажем так, уже можно подключать с оборудованием. Мошенники – это, наверное, преступники, от которых страдают и граждане, и в том числе сотрудники МОС «Ублгаза», потому что просто не доверяют люди. Сотрудники приходят, им не открывают дверь, опасаются, что это мошенники. Вот как работает МОС «Ублгаз», как человек может понять, что это точно специалисты МОС «Ублгаза»? МОС «Ублгаз» никогда не приходит без оповещения. То есть, если проводится техническое обслуживание в частном доме, то обязательно перед выездом согласовывается время, дата выезда конкретному абоненту. Если же это техническое обслуживание проходит в многоквартирном доме, то уведомляется... Все мы работаем, наша компания работает согласно обслуживанию, график составляется, график направляется заранее в управляющую компанию с датами проведения технического обслуживания. И перед началом работ за три дня управляющая компания оповещает жильцов путем вывешивания объявления. И, соответственно, при работах они, также управляющая компания, если в многоквартирном доме проводятся работы, они присутствуют при работах. И, соответственно, все видят, какие действия наши сотрудники проводят. У сотрудников форма обязательно, удостоверение? У сотрудников, да, совершенно верно. А есть какие-то дополнительные меры безопасности, которые может предпринять человек, чтобы свой дом обезопасить? Вот кроме договора на техобслуживание, что еще можно сделать? Ну, для повышения безопасности мы рекомендуем устанавливать приборы контроля загазованности. Вовремя обнаруженная утечка газа данным прибором позволит спасти даже жизнь. Если датчики, которые устанавливаются, они вовремя среагируют на утечку газа, либо природного, либо токсичного угарного газа, и своевременно перекроется газопровод. Потому что на газопроводе устанавливается клапан, который при поступлении сигнала от датчика перекрывает подачу газа на газовый прибор. Тем самым вы можете себя обезопасить таким образом. Олег Викторович, давайте подытожим. Какие правила безопасности должен знать каждый пользователь газом? Во-первых, проводить всегда техническое обслуживание своевременное, для этого заключить договор. Ну, а также все-таки содержать газоиспользовательное оборудование в исправном состоянии. То есть, если при появлении газа, утечке говенец, даже запаха газа, вы обязательно сообщаете в аварийную газовую службу. По номеру, может, 112. И, соответственно, должны допускать для осмотра, если к вам приходят сотрудники МОСУБЛГАЗа, пожалуйста, дайте доступ к газовому оборудованию. Все-таки это ваша, в первую очередь, безопасность. И ни в коем случае при переустройстве, скажем так, ремонт проведения, не замуровывать газопроводы, не заклеивать вентиляционные каналы, для того, чтобы все-таки у вас была циркуляция воздуха. И, соответственно, при утечке газа у вас не заказовалось помещение, которое может привести к тяжелым последствиям. Спасибо большое, Олег Викторович, что пришли к нам сегодня в студию. Берегите себя. Спасибо, что провели свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Продолжение следует...